Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Залогом хорошего качества изображения в телескоп является точное расположение всех оптических элементов вдоль оптической оси трубы, иными словами правильная юстировка. До настоящего времени придумано немало способов и приспособлений для осуществления этого процесса. Сегодня мы расскажем о самом известном и самом распространенном устройстве для юстировки телескопов, о Чеширском окуляре или просто Чешире. Чешир это специальный окуляр, предназначенный для юстировки телескопов-рефлекторов, построенных по схеме Ньютона. Однако это непривычный всем окуляр, с помощью которого мы проводим визуальные наблюдения в телескоп. Классическая конструкция Чеширского окуляра представляет собой пустотелый цилиндр с посадочным диаметром 1,25 дюйма. Именно этой частью, оснащенной также перекрестием нитей, Чешир вставляется в фокусер. На верхнем торце Чешира находится глазное отверстие диаметром примерно 1 мм, а чуть ниже — металлическое зеркальце, расположенное под углом в 45 градусов. Зеркальце позволяет свету проникать внутрь корпуса Чешира для контроля процесса юстировки. Заметим, что до начала юстировки Чеширом необходимо проверить равенство расстояний от оправы диагонального зеркала до стенок трубы телескопа. Иными словами, длина всех растяжек паука должна совпадать. В случае несовпадения, необходимо произвести регулировку длины растяжек. Для этого служат крупные винты с накаткой, которые расположены снаружи по периметру трубы телескопа. Итак, вставим Чешир в окулярный узел телескопа и повернем его так, чтобы свет попадал на зеркальце и отражался внутрь Чешира. Заглянем в глазное отверстие и увидим следующее. Внутреннюю трубку Чешира с перекрестием, диагональное зеркало, отражение главного зеркала, лапок его креплений и центральной метки на нем, отражение диагонального зеркала с растяжками паука, отражение зеркальца Чешира, черного глазка и перекрестие Чешира. Отрегулируем фокусер таким образом, чтобы лапки крепления главного зеркала были видны незначительно, и приступим к первому этапу юстировки — подвижкам диагонального зеркала при помощи стопорного и юстировочных винтов паука. Отпускаем стопорный винт и тремя юстировочными винтами наклоняем диагональное зеркало так, чтобы в глазное отверстие Чешира оно виднелось в виде круга. Возможно также понадобится подвижка диагонального зеркала вдоль оси трубы с помощью стопорного винта. На этом этапе необходимо следить, чтобы диагональное зеркало было концентрично главному зеркалу и трубке Чешира. Успешность процедуры контролируется одинаковым выглядыванием лапок крепления главного зеркала. По окончании первого этапа затягиваем стопорный винт паука. Вторым этапом является юстировка главного зеркала винтами на его оправе. Отпускаем стопорные винты и вращением юстировочных винтов добиваемся следующего. Черный глазок Чешира, его перекрестие и центральная метка главного зеркала должны быть совмещены. При этом отражение диагонального зеркала окажется в центре главного зеркала. Заметим, что при юстировке светосильного Ньютона отражение диагонального зеркала будет немного смещено вдоль большей своей оси в сторону главного зеркала. Не стоит пугаться этого, такова особенность оптической схемы и чем светосильнее ваш телескоп, тем смещение больше. Для окончания юстировки и предотвращения ее потери фиксируем стопорные винты оправы главного зеркала. Это нужно делать пошагово, поочередно подтягивая каждый винт и постепенно, незначительно увеличивая усилие. В завершении хотелось бы сказать, что юстировка в некоторых случаях не ограничивается применением одного лишь Чешира. Точности такого метода вполне хватает для любителей визуальных наблюдений. Однако для занятия астрофотографией необходимо комплексное применение других юстировочных устройств, речь о которых пойдет в следующих наших видео обзорах. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!